Телекомпания РТС по заказу Луганского областного совета представляет Гриша, 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 ну шо ти мовчиш, Гриша, здравствуй, Гриша, а то йде так писак підняв, шо Єнто так со мною говорите, Гриша, та як же до тебе звертатися, ми ж з тобою череду пасли, ми ж в школу ходили, ми ж з тобою на дні вулиці росли, як же до тебе звертатися, Обращайтесь ко мне, как до двоих, а, зрозумів Гриша, тоді йдіть ви обидва до чертової матері. Актор с Божою искрою, с Божим талантом любити людей. Я про Мишу нічого кроме восхищения не могу сказать, потому что я обожаю этого человека не только как артист, но и как человек. Лев Толстой когда-то писал, там где нет великого характера, там нет ни великого человека, ни великого художника. У него есть этот великий характер. Голубович, конечно, одна из самых ярких в украинском кинофигур, рожденных чудом, которое называется украинское поэтическое кино. Пейзаж украинского кинематографа на рубеже 50-60-х годов представлял собой зрелище в высшей степени печальное. Плоская высушенная равнина с абсолютно неброскими фильмами и безликими актерами. Но в 64-м на экраны страны вышла украинская картина «Тени забытых предков», ставшая прорывом, положившим начало такому уникальному явлению, как украинское поэтическое кино. Его взрывная художественная волна вскрыла целый пласт глубоких, талантливых режиссеров, ярких и самобытных художников, операторов, композиторов, сценаристов. И, конечно же, появились совершенно удивительные актеры, которые и стали лицами украинского поэтического кино. В начале 2000-х со студентами-режиссерами проводил такой спецкурс по украинскому поэтическому кино. Вопрос, который меня невероятно обрадовал. Евгений Яковлевич, откуда они набрали столько интересных актеров? И, между прочим, задан он был. В первую очередь я показывал пропавшую грамоту. Это было в связи как раз с Голубовичем. Все со мной встречались, панство. Я с тобой пока что не встречался. А, если встречался, то прошу, на луг. Не потому что брата моего убил, а потому что Перепилов разогнал. Михаил Голубович родился в военном 43-м году, в маленьком городке Золотоноша Черкасской области. С сентября 1941 по сентябрь 43-го Золотоноша находилась в немецкой оккупации. А в ноябре 1943 в семье рабочего чугунно-литейного завода Василия Голубовича родился сын. Его и нарекли Михаилом. Послевоенные годы стали для Миши, как и для миллионов мальчишек и девчонок, временем взрослого детства, в котором большие трудности перемежались с маленькими радостями. В 47-й, 48-й год это была голодовка. И занимали очередь за хлебом ночью. И вот мать займет очередь за хлебом, а потом будет меня, 4-5, потому что матери свои обязанности. И я иду, стою в очереди. Она оставит мне деньги, я жду, когда хлеб привезут. И однажды хлеб не привезли, а привезли пирожки с повидлом горячие. И я на все деньги, которые она мне дала, я наелся этих пирожков по сей день, я не ел. Трофейные кинофильмы, заезженные пластинки, клубные вечера самодеятельности. Теплый воздух искусства так был необходим огрубевшим за время войны душам людей. Особое место в ряду эстетических предпочтений жителей маленького украинского городка всегда занимал театр. Было тяготение к этому. Он просто рожденный был. С пеленок. Помню, суровые зимы у нас были. Начиная с 52-го, 53-го года. И по этой улице, на которой мы стоим, он по пояс в снега, то даже выше. И вот он почти каждый вечер, сам юноша, и возле себя таких однодумцев собирал, в холодный клуб, носили дрова, топили там, вот, и репетировали разные пьесы. Окончив школу, Михаил Голубович, не задумываясь, едет в Киев поступать в театральный институт. Вступительные экзамены становятся сложным, казалось бы, непреодолимым барьером. Случайный кульбит судьбы приводит его в Одесский университет, где он полгода осваивает основы филологии. Но Исподваль чувствует, что это не его. Его тянет на сцену, которая для него пока остается лишь желанным видением. Спустя полгода он бросает обучение на филфаке и возвращается домой. Вернувшись в Золотоношу, Михаил Голубович устраивается на кирпичный завод, где использует навыки нелегкого послевоенного взросления. Едва дождавшись нового набора, он предпринимает еще одну попытку стать студентом столичного вуза. И снова не проходит по конкурсу. И я тогда поехал и поступил в Полтавской области, такой гадяч, городишко небольшое, там культпросветучилище. И я приехал, мне вручили, что я поступил, зачислен, справку дали. Ну, а батька сказал, каже, Миша, треба и ты робить. Ну, вот я и оставил. Тогда мать болела. Я поступил в 1963 году. На курс Василия Ивановича Харченко, народный артист, профессор. А старший преподаватель был Скебенко Анатолий Никифорович. Это были очень интересные люди. На втором курсе у меня были проблемы с кафедрой хореографии. Я был зажат, я же спортом занимался усиленно, борьбой, и поэтому зажат был очень сильно. Когда меня звали, допустим, по имени, я всем корпусом поворачивался, вместо того, чтобы повернуть голову. Настолько зажат был. И кафедра поставила вопрос о моем отчислении. Анатолий Никифорович и Василий Иванович Харченко, они отстояли меня. Я им очень благодарен. Он, как и все выпускники театрального вуза, мечтал попасть в хороший театр. Стать членом известной труппы, играть главные роли. И такая перспектива, казалось, ему улыбнулась. Да так, что ему мог позавидовать любой молодой актер. Михаила Голубовича ожидало распределения в Чехословакию. Но назревающие в этой стране политические события, пражская весна 68-го, внесли свои коррективы. Голубович остался без распределения и совершенно не знал, сцена какого театра подарит ему столь желанный свет рампы и ни с чем не сравнимый вздох поднимающегося занавеса. В Луганске, тогда Варшлоград, был художественным руководителем Петр Сидорович Ветров, народный артист. И вот меня тогда Петр Сидорович пригласил сюда. Когда доехал, помню, до Комунарска, поезда. Боже, думаю, куда я еду? Все, оранжевые, зеленые дымы и вообще. А, приехал уже в Варшлоград, шикарно, солнце прекрасно. Я вылетел самолетом с Варшлограда, а маршрут был самолет, кукурузник, летел. Новый Айдар, Посадка, Старобельск, Сватово и Троицк. А театр был в Троицке на гастролях. Я туда, да, пролетел. Помню, меня очень хорошо встретил коллектив. И с 22 сентября 67-го года по приказу зачислен в Варшлоградский театр. Первый киноопыт актер Михаил Голубович приобрел сразу после окончания института. Он сыграл в короткометражном фильме по новеллам Паустовского «Согласен навек». А уже в 68-м молодой актер Варшлоградского драмтеатра получил приглашение сниматься у уже известного на тот момент кинорежиссера Николая Мащенко. Работа у такого мастера в великолепном актерском ансамбле стала для Голубовича школой большого кино. Мне приснился сегодня в ночи страшный сон. Какой сон? Нет. Видно, никому не можно жити серед чумных. Какой сон? Мне приснилось, что я тебя убил. Михаил Васильевич Голубович – это мой один из самых больших актерских открытий. Он еще снимался в моем фильме «Комиссар», а уже, побачивши его в материале, его сразу Юрий Лисенко запросил в другую картину, играть Василя Порока, героя партизанского руха, французского. У меня играл, как говорили, критики бандита, а у Лисенко – национальный герой Франции. Ай, чи чуешься, лови, чи третий пивень кукуричий, щоб ти мене не ласкочишся, не вмієшся, не хочеш. Голубович, как говорят, попал в обойму. Снимался каждый год и даже по нескольку раз. Режиссеры смело использовали его фактуру и органичность, свойственную актерам школы украинского поэтического кино. Его герои словно вырастают из земли. И в смысле земли киноклассика Довженко, и в той же степени из земли, как национальной почвы. Они выглядят не монументами, но могучими деревьями, которые мощными корнями вцепились в эту землю и из нее возвышаются, создавая неповторимые, но колоритные образы. Удивительно органичная пластика. Пластика природного существа была отличительной чертой актера, на которую кинорежиссеры делали ставки. Однако ситуация в украинском кинематографе менялась и далеко не в лучшую сторону. Поэтика отходила на второй план. Здесь особый драматизм судьбы Голубовича, потому что он-то ведь пришел уже на излете к концу 60-х, когда все усиливались понемногу, но все слышнее были необвинения, самые разнообразные. И Голубовичу вот эту общую тему пришлось нести самому. Это ты, Иван. Актер. Ты знаешь, кого ты убил? Я убил раба, которому не суждено было стать паном, как и вашему роду мерзкому, который я истребляю. Как ни парадоксально, эта смена пейзажа в определенном смысле пошла на пользу, потому что он в любой картине сразу же притягивает в себе взор, вот как притягивает вот такое могучее дерево на совершенно блеклом и невыразительном фоне. Еду я по кукурузе, вдруг смотрю его мотоцикл и голоса, а в коляске у него лежит кофточка учетчицы. Ну пусть лежит, потом заберем. Да у меня несчастье, а ты со всякой ерундой лезешь. Пятно на всю семью ерундой. Слышь, Юрок, давай съездим туда. Туда? Ага, в роддом. Только ты будешь спрашивать, а то меня няня уже гонит, а? Правильно она делает, что тебя гонит. Юр! Где? Что? Отчего он приходил? А я откуда знаю. Кофточка какая-то. Он по-человечески талантлив. Вот, и эта человеческая талантливость, она выпирает любой его роль и делает события. И уже действительно не важно. Я не помню ни одной роли, не важно, хороший это фильм или плохой. Я не помню ни одной роли, где Голубович был бы неинтересен. За более чем 40 лет в кино...